Уважаемый Юрий Владимирович, уважаемые коллеги, добрый вечер. Ну, как все знают, что первое место в структуре смертности по основным классам заболеваний занимают болезни системы кровообращения. И вспоминая слова Гиппократа о том, что смерть человека начинается с его кишки, слова эти были сказаны очень давно, но одним из обсуждаемых в последнее время вопросов является проблема изучения влияния микробиоты в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Активно ведется поиск оптимальных методов диагностики, лечения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и изучаются вероятные факторы риска, коррекция которых поможет снизить уровень заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что роль микробиоты кишечника в человеческом организме довольно разнообразна. Это и защитная функция, так как обладают антимикробным действием, препятствуют проникновению веществ, которые не свойственны человеку, функции барьера, метаболическая роль и стимуляция иммунной системы. Здесь следует сказать о том, что микробиота как тренер иммунной системы имеется механизм непосредственного контакта через целостную и слизистую иммунных клеток с микрофлорой. И в результате улучшается так называемая боевая готовность иммунных клеток, которые отвечают за противовирусный и противобактериальный иммунитет, а также предотвращают развитие аутоиммунных и аллергических заболеваний. Одним из связующих звеньев между развитием сердечно-сосудистых заболеваний и потреблением продуктов животного происхождения является триметиламинооксид или ТМАО. И здесь следует сказать, что из пищевыми продуктами попадает в организм из холина, фосфолипидов, л-карнитина, и на фоне под действием кишечной микробиоты образуется триметиламин, который в печени преобразуется под действием моноксидаз первого-пятого типа, в ТМАО, в печени, и влияет на различные функции в организме. Причем вот эти вещества попадают с продуктами, в основном это красное мясо, мясо птицы, рыба и цветная капуста. Причем следует отметить, что ТМАО активирует системное воспаление и, как здесь видно, оказывает влияние на прогрессирование атеросклероза, увеличивая агрегацию тромбоцитов, экспрессию воспалительных цитокинов. И в результате повышается риск смерти в три раза, повышается риск развития инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения. А 9 перспективных наблюдательных исследований более 10 тысяч пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, острым коронарным синдромом, показали, что повышенное содержание в крови ТМАО ассоциируется с увеличением больших неблагоприятных событий. Это смерть, смерть от любой причины и инфаркт миокарда. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью статистически значимо выявили более высокие уровни ТМАО по сравнению со здоровыми лицами. В норме считается, этот показатель должен быть меньше, чем 3,5 микромоль на литр. Кишечные микробиоты представляют собой множество различных видов микроорганизмов, более 500 видов бактерий, количество которых превышает 1000, что на порядок больше числа клеток человеческого организма. В течение жизни важно поддерживать состав и количество кишечных бактерий. И здесь вы видите, что различные факторы влияют. Это рождение, кормление, путешествие в другие страны с иными микроорганизмами, диета, физические упражнения, лекарственные препараты. Причём отрицательное воздействие на флоры – это одностороннее несбалансированное питание, старение и заболевания, с которыми сталкивается человек в течение жизни. Следует сказать, что нормальный состав кишечной микрофлоры может быть только при нормальном функционировании человеческого организма. В основном здоровая микробиота кишечника взрослого человека состоит из бактерий, которые принадлежат более чем к 10 типам, но фермикоты и бактериоиды составляют примерно 99%. Для здорового старения важным является состав микробиоты. И как мера здоровой микробиоты – это разнообразие. Причём на здоровые микробиоты способны вырабатывать значительное количество фолиевой кислоты, витамин В, которые улучшают анаболические реакции и предотвращают окислительный стресс, вызванный в том числе гипергомоцистеиномией и повреждением эндотелия. Здоровый микробиот способен синтезировать такие аминокислоты, как трептофан, который является субстратом для анаболизма мышечных белков, а также способствует системному высвобождению инсулиноподобного фактора и ключевую роль играет в метаболизме глюкозы и повышении чувствительности к инсулину, в основном за счёт увеличения количества короткоцепочных жирных кислот. Состав микробных популяций влияет на возникновение таких заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, поражение органов дыхания, нервной системы и сердечно-сосудистые заболевания. В 2017 году было опубликовано исследование по изучению взаимосвязи состава микробиоты кишечника с факторами кардиовоскулярного риска у лиц без клинических проявлений и сердечно-сосудистых заболеваний. Обследовано более 90 жителей Москвы, Московской области, возраст 25-76 лет, без клинических проявлений хронических инфекционных заболеваний. Все участники проходили обследование на выявление факторов риска, сердечно-сосудистого риска и исследование микробиоты. И вывод данного исследования показал, что имеется ассоциация между изменениями баланса микробиота кишечника в сторону условно-патогенных бактерий и присутствием факторов риска. В то же время, как большая представленность в микробиоте амилолитических бактерий, которые потенциально обладают противовоспалительным действием, была ассоциирована с отсутствием факторов риска. Таким образом, вероятно, кишечные микробиоты взаимодействуют с факторами риска сердечно-сосудистой системы через работу иммунной системы. Также обсуждается теория вирусного и инфекционного происхождения атеросклероза. Сотрудники Института эпидемиологии проанализировали 30 исследований, из которых отобрали 7 с определенными доказательствами. И показали, что на сегодняшний день имеются данные об участии инфекционной патологии как в запуске, так и в дальнейшем развитии атеросклероза. Здесь продемонстрированы следующие микроорганизмы, куда входит цитомигаловирусная инфекция и ряд представителей кишечной микробиоты. И как показывает данная схема, так выглядит распределение кишечного микробиома по ассоциации с развитием атеросклероза в процентном соотношении. Артериальная гипертония. Доказана ее связь с изменением состава микробиота. Причем отмечено, что это связь взаимная. То есть кишечное воспаление может оказывать влияние на повышение артериального давления. И сама артериальная гипертония влияет на микробиоту, что вызывает пониженное разнообразие, уменьшение количества бактерий, которые продуцируют ацетат и бутерат. Доказана взаимосвязь и с рецепторами. Обонятельные рецепторы, которые раньше находили в носовой полости, сейчас обнаружили их в стенках мелких сосудов и вокруг ветвей почечных артерий, что при взаимодействии с короткоцепочными жирными кислотами вызывает повышение секреции ренина и повышение артериального давления. Взаимодействие с другими рецепторами приводит к снижению артериального давления. Здесь вы видите, как посредством кишечная микробиота влияет на синтез гормонов, воздействие на рецепторные и ферментные пути. Причем как на гормоны лептин, грелин, так и на инсулин. И имеются данные о том, что обнаружено прямое влияние бактерий на синтез гормонов. Причем действие может быть как положительным, так и отрицательным. Синдром обструктивного апноэ сна выявляется примерно у 75% пациентов с резистентной артериальной гипертонией. И показано, что хроническая гипоксия во время сна может вызвать периодическое снижение градиента парциального давления кислорода в просвете кишечника, что способствует изменению микрофлоры. Исследования, которые проводились на животных, показали уменьшение содержания короткоцепочных жирных кислот. В результате данные исследования пришли к выводу о том, что синдром обструктивного апноэ во сне приводит к изменению микробиоте, что способствует патоксиологическим механизмам развития сердечно-сосудистых заболеваний. В прошлом году в журнале было опубликовано исследование, посвященное изучению профиля микробиоты у больных с легочной артериальной гипертонией. И определение уникального профиля микробных сообществ показало, что 83% может с точностью предсказать данное заболевание. В когорте таких пациентов отмечалось снижение полезных, продуцирующих короткоцепочных жирных кислот, и увеличилась доля бактерий, которые участвуют в синтезе аргинина и также ТМАО, по сравнению с микробиотой контрольной кагортой. Большинство работ посвящено изучению взаимного влияния микробиоты и хронической сердечной недостаточности. Что показали данные работы? То, что у больных с хронической сердечной недостаточностью выявлены признаки повышенной проницаемости кишечной стенки. У этих пациентов увеличено количество штаммов микроорганизмов, участвующих в синтезе липополисахаридов и ТМАО. А также увеличение эндотоксиномии при хронической сердечной недостаточности связано с застойными явлениями в организме, отеком, нарушением проницаемости кишечной стенки, которые приводят к трослокации бактерий и активации системного воспалительного ответа. Исследования показали, что снижено бактериальное разнообразие у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. А если имеется сердечная недостаточность со снижением фракции выброса, что вызывает отек, ишемию кишечника, изменение состава микробиоты, что в свою очередь активирует системное воспаление и усугубляет течение сердечной недостаточности. Здесь может быть мелко, но представлены примерно все механизмы. Это биомаркеры микробиота кишечника при сердечно-сосудистых заболеваниях. То, что приводит к увеличению тма, воздействия на сердечно-сосудистую систему, происходит дисбактериоз, повреждение барьера, нарушение иммунитета слизистой оболочки кишечника, проникновение липополисахаридов в кровь, что идет так же, как бы создает замкнутый порочный круг. Частота сердечно-сосудистых заболеваний прогрессивно увеличивается с возраста. И здесь мы уже говорили о том, что микробиоты человека существенно меняются на протяжении всего жизненного цикла. И иногда трудно определить, что связано это с процессом старения или старение влияет на состав микробиоты. В различных работах показана прямая корреляция снижения микробного разнообразия, характерного для процесса старения, со старческой астенией, ожирением, развитием воспалительных заболеваний кишечника, сахарных диабет и онкологических заболеваний. Здесь вы видите, как влияет на клинические проблемы воспалительный процесс в кишечнике, коморбидные заболевания, воздействие лекарственных препаратов, изменение функции кишечника, а также развитие атеросклероза. И здесь указано также и влияние диеты. Что же кроме диеты влияет на микробиоту? Это старческая астения, госпитализация, длительное пребывание в учреждениях социального типа, физические упражнения и генетические факторы, а также прием лекарственных препаратов. Первое, что касается диеты, здесь вы видите, так называемая пирамида питания, предпочтение отдается средиземноморской диете. Вы видите, в основе этой пирамиды на фоне физической активности показано, какие продукты желательно использовать ежедневно. Это злаки, фрукты, овощи. А такие продукты, как красное мясо, использовать менее двух порций в неделю. Преимущество средиземноморской диеты еще в том, что она поддерживает достигнутые результаты по снижению веса в течение длительного времени, улучшает и корректирует такие изменения, как липидного профиля, инсулинорезистентность и участвует в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Интересное исследование, которое включало более 55 тысяч участников из различных когорт, показало, что соблюдение по крайней мере трех из четырех условий ассоциируется с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых осложнений почти на 50%. Это прекращение курения, борьба с ожирением, регулярная физическая активность не менее раза в неделю и правильное питание, что здесь подчеркивается, даже у лиц генетически доказанной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Правильное питание здесь указано, хотя бы на 50% привержены средиземноморской диеты. Физическая активность. Считается, что физические упражнения повышают разнообразие кишечные микробиоты и снижают количество потенциально патогенных бактерий. А вот неадекватное питание и недостаточная физическая активность могут быть основной причиной развития саркопении, способствовать системному воспалению и уменьшать выработку электроэнергии. Оказалось, что генетика играет второстепенную роль. Два исследования здесь приводятся. Первое исследование проводилось у более тысячи здоровых израильтян и оказалось, что диеты и образ жизни ответственны более чем за 20% разнообразия микробиоты. Другое исследование показало, более 2000 близнецов оценивали генетическое влияние на микробиоту, что составило только лишь 2%. Поэтому терапевтические вмешательства, направленные на изменение микробиота, могут проводиться независимо от генетического фона. Нельзя не сказать о влиянии пищевых волокон. Все диеты практически рекомендуют прием большого количества пищевых волокон. Это 20-30 грамм в сутки, что оказывает влияние на основные моменты. Например, ускоряет продвижение химуса, уменьшает всасывание жиров холестерина и недостаток пищевых волокон увеличивает риск развития как заболеваний кишечника, сахарного диабета, так и болезней сосудов. Причем получены убедительные данные о способности такой диеты с большим количеством пищевых волокон изменять состав микробиота, приводить к увеличению количества бактерий, которые продуцируют короткоцепочные жирные кислоты. И, как показало исследование, опубликованное в 2016 году, снижать артериальное давление и даже замедлять гипертрофию миокарда левого желудочка. Другая работа показала, что применение пробиотиков способны снизить уровень общего холестерина, холестерин липопротеидов низкой плотности, артериальное давление и повысить уровень липопротеидов высокой плотности. Причем бактерии, перечисленные здесь, снижали уровень холестерина как инвива, так и инвитро. Коррекция нарушений в толстом кишечнике включает в себя два этапа. Первый этап – это применение неабсорбируемых антисептиков и антибиотиков для элиминации избыточного числа условно-патогенных и патогенных микроорганизмов. А второй этап – планируют назначение пробиотиков или их комбинацию с целью восстановления нормальных, представить соотношение нормальной кишечной микрофлоры. Так выглядит комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Это диетическая коррекция. Затем то, что не говорили мы, это лечение патологии, приведшей к развитию данного заболевания и поддерживающая терапия в периоды ремиссии. В заключение мне хотелось привести слова, это комментарии Европейского общества атеросклероза в 2013 году опубликованы, что хроническое воспаление, связанное с большинством болезней, которые убивают людей в разных странах мира сегодня, заболевания сердца, рак, диабет, может начинаться с неблагополучия кишечной микрофлоры. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Арсеньевна. Вопросы пока не появились. Я предоставляю слово Светлане Владимировне. Она нам поведает о когнитивных способностях и микробиоте. Скорее, Юрий Владимирович, о влиянии микробиоты на когнитивные функции человека, скорее всего. Уважаемый Юрий Владимирович, уважаемые коллеги, о связи между мозгом и кишкой известно достаточно давно. Вы видите, что термин синдрома раздраженного кишечника был предложен более 50 лет назад. И напомню, что ВОЗ объявила 2009 год годом синдрома раздраженного кишечника из-за широкой распространенности этой нозологии. И наличие этой связи мозг-кишка обусловлено прежде всего наличием в нашем организме интеральной нервной системы, которая, нужно сказать, сформировалась приблизительно за пару миллионов лет до формирования коры головного мозга человека. Характеристика этой интеральной нервной системы является ее автономность. Вы прекрасно помните из курса нормальной физиологии, что изолированная кишка может сохранять жизнеспособность и способность к перистальтике на протяжении нескольких часов. По количеству нейронов интеральная нервная система сравнима с остальным мозгом. Очень много клеток-предшественников в эмбриогенезе происходят из центральной в интеральную нервную систему. Ну и, соответственно, большинство нейромедиаторов являются общими как для центральной, так и для интеральной нервной системы. Нужно сказать, что развитие интеральной нервной системы идет в эмбриогенезе и максимально в первый год жизни человека с параллельным формированием микробиоты и при непосредственном ее воздействии. Микробиоты кишечника осуществляют обширные взаимосвязи с человеческим мозгом через микробные метаболиты, но не только. В этом патогенезе участвуют и блуждающий нерв, и гормональные, и иммунологические сигнализации, и все это вместе образует ось микробиом кишечника мозга. Приемной станцией сигналов микробиоты является менталевидное тело, формирование которого также идет максимально в первый год жизни человека. И менталевидное тело отвечает не только за память, страх, удовольствие, тревогу и эмоциональность человека, но даже за отношение его к животным. И реакция ментально сохраняется в долгосрочной памяти практически на всю жизнь. Именно поэтому важно начинать профилактику конъективных нарушений в пожилом возрасте и не в пожилом возрасте, а гораздо раньше, не в среднем и даже не в молодом, а в раннем детстве. И первым шагом на этом этапе должна стать широкая популяризация грудного вскармливания младенцев в первый год жизни, поскольку это залог нормальность длительно сохраняющейся микробиоты и стрессоустойчивости человека. Энтеральная нервная система стареет точно так же, как и все нервные системы, снижается плотность нейронных сетей в ганглиях и интуитивные изменения затрагивают также микробиоту. Это происходит за счет возрастного уменьшения количества бакалоридных клеток, уменьшения толщины и состава слизи и структурных изменений слизистой оболочки толстой кишки, где у нас расположены на поверхности слизистой оболочки толстой кишки, максимум бактерий, составляющих наш микробиом. Напомню, что и бифида, и лактобактерии активно участвуют в производстве гамма-аминомасляной кислоты. Причем этот уровень в кишечнике гамма-аминомасляной кислоты напрямую коррелирует с ее уровнем в центральной нервной системе. Соответственно, уменьшение ее выработки за счет уменьшения количества бифида и лактобактерий приводит уже само по себе к дисфункции мозга, которая связана и с нарушениями синаптогенеза, и вызывает депрессию, и, соответственно, когнитивное нарушение, которому посвящен сегодняшний наш доклад. Коротко напомню, что когнитивный дефицит или синоним когнитивное нарушение это снижение памяти, умственной работоспособности, способности к обучаемости по сравнению с исходным уровнем и индивидуальной нормой. Проблема эта широко распространена не только в нашей стране, а во всех странах мира. И нужно сказать, что частота тяжелых когнитивных нарушений в 80 лет составляет 6%, что очень много. А если брать в расчет еще и малые и умеренные нейрокогнитивные расстройства, то их при обследовании можно найти у каждого пятого, каждого шестого пожилого нашего пациента. Проблема очень важная. И, как уже говорила Ирина Арсеньевна, что происходят изменения и инвалютивные, и в микробиоте, снижается количество в пресеночной слизе и бифида, и лакта, и пропионобактерий, и повышается количество бактероидов, это и шерихи, и несерии, и различные виды вирусов. Напомню, что общий геном кишечных бактерий в 10 раз больше, чем у человека, что почти половина всех присутствующих в крови низкомолекулярных соединений биологически активных веществ имеет микробное происхождение, это тоже важно. Еще раз подчеркну тот факт, о котором упомянула Ирина Арсеньевна, что функции микробиота не ограничиваются только пищеварительной, они участвуют и в аммунитете, и в метаболизме, и в регуляции и экспрессии генов. Существуют наши микробиоты в виде биопленок на поверхности слизистой оболочки толстой кишки, и регулируется взаимоотношение бактерий в них чувством кворума или кворум сенсис, то есть особым типом регуляции и экспрессии генов бактерий, зависящие напрямую от их плотности, тех популяций, которые находятся у нас в кишке. Если мы говорим о влиянии микробиота на эмоциональный статус человека, на депрессию, то коротко упомяну, что стрессовый ответ, который заключается в выбросе в кровь адренокортикотропного гормона и с последующей выработкой кортизола, это нормальная ситуация в нашей обычной жизни, но при депрессии этот стрессовый ответ запускается либо слишком быстро, либо иногда реакция слишком вялая. И как подтверждение того, что микробиота имеет влияние на эмоциональный статус, было предложено сначала лабораторный опыт на крысятах, им давали пробиотик, в этом случае были лактобацилы, и было выявлено, что нормализовался уровень стресса, гормонов стресса. В другом исследовании в качестве пробиотика были предложены бифидобактерии, и авторами этого исследования высказано предположение о том, что пробиотики, если они даются при воздействии стресса на ранних этапах жизни у крысят, то у этих же крысят с возрастом уменьшаются признаки и депрессии в зрелости, что еще раз говорит о необходимости начинать профилактику когнитивных нарушений не в пожилом возрасте, это уже поздновато, а нужно начинать с самого детства, и решать вопрос о включении препробиотиков в продукты питания на государственном уровне, безусловно. Была продолжена эта тема уже в исследовании на женщинах, когда были разделены 40 здоровых женщин в работоспособном возрасте на две группы, для которых в одной группе преобладали бактерии рода бактероидов, а в другой привателла, это гранатрициальные анаэробные палочкообразные бактерии, наши нормальные микробиоты. И на следующем этапе специалисты уже сканировали мозг участниц с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, и в этот момент женщинам демонстрировали изображения, вызывающие как позитивные, так негативные, так и нейтральные эмоции. Что выяснилось? Оказывается, у тех людей, в кишечнике которых преобладали бактероиды, слой серого вещества в лобных долях коры больших полушарий, был толще, чем у пациентов с преобладанием привателла. И эти зоны коры мозга отвечают за обработку сложной информации и формирование памяти, прямое влияние бактероидов. А вот для женщин с преобладанием привателла были характерны прочные нейронные связи между областями, которые связаны с эмоциям, вниманием и сенсорной обработкой. То есть заключением этого исследования был вывод о том, что женщины с преобладанием привателл демонстрировали более высокую стрессоустойчивость, более высокие уровни тревоги, беспокойства и раздражительности. Они лучше контролировали свои эмоциональные реакции. Поэтому состав микрофлоры может делать человека более подверженным депрессии, стрессам и пограничному расстройству личности. И результаты этого исследования были опубликованы, кстати, не так и давно. Уменьшение бифида и лактобактерий ведет к тому, что появляются островки транслокации кишечных бактерий в локальную очаговую лимфоидную ткань. Это провоцирует повышение проницаемости как кишечного барьера, так и гематоэнцефалического барьера и большему воздействию метаболитов патологической микрофлоры на головной мозг. Поэтому, если говорить об участии микробиоты в большой-большой проблеме, такой как болезнь Альцгеймера, нужно сначала сказать, что на примере Японии количество пациентов пожилых, которые доживают до болезни Альцгеймера за 25 лет увеличивается в среднем в 7 раз, связывают, в частности, повышение в Японии количество больных с болезнью Альцгеймера с переходом с традиционной диеты на западную с большим количеством жиров, а уже доказано в эксперименте, что высокое содержание жиров может изменять микробиоту кишечника и, соответственно, способствовать развитию деменции. И связан этот патогенетический механизм с инактивацией сигнального пути нуклеарного фактора Р2, который является внутриклеточным фактором защиты и отвечает за экспрессию тех генов, которые являются продуцентами противовоспалительных, антиоксидантных, противоопухолевых и других медиаторов. Было доказано, что у безмикробных мышей снижается выработка нейротрофического фактора мозга. И этот же факт был установлен и у больных, у пациентов с болезнью Альцгеймера. И была показана прямая связь амилоидоза головного мозга, которая является патогенезом болезни Альцгеймера, с таксонами провоспалительных кишечных бактерий. Нужно сказать, что уменьшение количества фурмикуд и актинобактерий и увеличение бактероидов было выявлено у пациентов с болезнью Альцгеймера. Кроме того, провоспалительные бактероиды, такие как ишерихия, сальмонелла и другие виды бактерий, способны вырабатывать, секретировать специальный бактериальный амилоидный пептид, который схож по своей структуре с амилоидом бета-42, являющимся основным фактором развития и прогрессирования болезни Альцгеймера. И механизм заключается в том, что липополисахарида и бактериальный амилоид через активацию макрофагов и выработку провоспалительных цитокинов формирует хроническое микровоспаление в нервных тканях и в тканях головного мозга. Практически схожая провоспалительная схема предложена и в качестве объяснения и инициации болезни Паркинсона, когда бактериальные липополисахариды, эндотоксины формируют в нейронах и глиях головного мозга комплексы с участием тол-лайк-рецепторов и лимфоцитов CD14, что способствует выработке провоспалительных цитокинов с последующей гибелью дофаминовых рецепторов. Более того, микробиота не только оказывает влияние на формирование и прогрессирование болезни Паркинсона, она влияет и на то лечение, которое мы назначаем нашим пациентам. Так, например, микробная тирозин Д-карбоксилаза, которая является бактериями, вырабатываемой аминокислотой, ограничивает высвобождение дофамина и тем самым подавляет, ингибирует эффекты леводопы, которые мы даем пациентам с болезнью Альцгеймера. Поэтому нормализация микробиоты очень важна не только для наших пожилых пациентов с уже имеющимися когнитивными расстройствами в пожилом возрасте, а пропаганда здорового образа жизни, пропаганда диеты с большим количеством, с повышенным количеством пищевых волокон, с назначением препробиотиков, синбиотиков, важна уже и у здоровых людей молодого и среднего возраста для профилактики развития у них в дальнейшем с возрастом каких-то когнитивных изменений. Поэтому в качестве пищевых добавок мы можем нашим здоровым участникам диспансеризации рекомендовать и пампу, и хилокфорту, и лактулозу, и лизоцим, все те пребиотики, которые всем хорошо известны. Основные группы пробиотиков вам тоже так же хорошо известны. Здесь ничего не меняется. Но вот я могу предложить с ссылками несколько исследований, когда практически здоровым людям давали пробиотики на разный срок, от 30 до 90 дней. И было доказано, что при приеме пробиотиков повышается стрессоустойчивость, снижается тревожность, уменьшаются симптомы депрессии, уменьшается проявление синдрома хронической усталости и уменьшаются симптомы, связанные с тревожностью. Поэтому в заключении я хочу сказать о том, что еще раз подчеркнуть, что кишечная микробиота – это огромная популяция, которая крайне важна для здорового обмена веществ и функционирования головного мозга, что коммуникация посредством метаболитов между кишечником и мозгом происходит в том числе и через нейронные связи, что кишечная микробиота крайне важна в раннем возрасте и может оказывать влияние на то, какие реакции на стресс будут вырабатываться в мозгу на протяжении всей жизни. Это очень важно. Микробиота является важным модулятором здоровья. Ее следует считать составляющей сложной многогранной системы коммуникации, которой просто необходимы для здоровой работы мозга. Ну и в заключение я вам показывала исследования, которые говорят о том, что пробиотики оказывают положительное воздействие на настроение. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Светлана Владимировна. Вернемся, наверное, к первоисточнику, все-таки к желудочно-кишечному тракту и его роли. Да, глубоко уважаемый Юрий Владимирович. Голованова Елена Владимировна, профессор кафедры. Прошу. Глубоко уважаемый Юрий Владимирович, коллеги, спасибо большое за предоставленное слово. Докладчики, которые уже выступали, существенно облегчили мою задачу, поскольку представили очень обширные, современные фундаментальные данные о влиянии микрофлоры на развитие самых разных заболеваний. И, конечно же, как сказал Юрий Владимирович, желудочно-кишечный тракт, он находится прямо непосредственно на переднем крае, боевом, и, конечно, повреждается в первую очередь. Итак, заболеваний, которые ассоциированы с нарушением баланса микрофлоры желудочно-кишечного тракта, огромное количество. И хочется теперь уже поговорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Ну, микрофлоры желудочно-кишечного тракта выполняют несколько важнейших функций в организме. Я не буду на них заострять внимание, потому что мои коллеги уже говорили об этом очень подробно, несколько функций, которые чрезвычайно важны для организма в целом. И одна из очень важных – это то, что нормальная микрофлора поддерживает иммунитет и снижает местное и системное воспаление. Во-первых, нормальная микрофлора вытесняет патогенные бактерии, не давая им размножаться. Во-вторых, нормальная микрофлора способствует развитию Т-хелперов 17, то есть иммунных клеток, которые участвуют в защите от внеклеточных патогенов. И, наконец, о чем уже тоже говорилось, кишечные микробиота продуцируют короткие жирные кислоты, короткоцепочные жирные кислоты, которые также способствуют делению и поддержанию регуляторных Т-клеток, то есть тоже участвуют в процессах иммунитета. Также они стимулируют выработку слизи бокалоидными клетками и усиливают целостность эпителиального барьера. Короткоцепочные жирные кислоты образуются в кишке в результате ферментации водорастворимых волокон нормальной микрофлоры кишечника. И наиболее изученными короткоцепочными жирными кислотами являются уксусная, масляная и пропионовые кислоты, которые являются еще и энергетическим субстратом для мышц, почек, сердца, мозга, для эпителия толстой кишки, участвуют в регуляции метаболических процессов и липидного обмена в печени. То есть они демонстрируют как локальные, так и системные эффекты. И, конечно, когда нарушается нормальный состав микрофлоры, нарушается и состав, и баланс короткоцепочных жирных кислот, и все это приводит к нарушению естественных барьеров желудочно-кишечного тракта, которых выделяют три – преэпителиальный, эпителиальный и постэпителиальный. И нарушение этих барьеров приводит к тому, что бактерии, их токсины, разнообразные ксенобиотики и другие агрессивные вещества, которые находятся в просвете желудочно-кишечного тракта, проникают в подслизистый слой через нарушенные плотные контакты между клетками эпителия толстой кишки. Попадая в подслизистый слой, они вызывают стимуляцию иммунокомпетентных клеток и сопровождается все это воспалением низкой или высокой степени активности, сначала местным, а затем и системным, поскольку в этом случае имеется продукция большого количества провоспалительных цитокинов, которые впоследствии разносятся с кровотоком по всему организму. Воспаление это, если говорить о заболевании желудочно-кишечного тракта, затрагивает и моторные рецепторы, вследствие чего появляются симптомы нарушения моторики, и чувствительные рецепторы, вследствие чего развивается висцеральная гиперчувствительность, которая проявляется болевым синдромом. Таким образом, нарушение микробно-тканевого комплекса приводит к все возрастающему повреждению защитных свойств связистой желудочно-кишечного тракта, и это показано на примере воспалительных заболеваний кишечника. Чем больше имеется увеличение проницаемости между клетками эпителия толстой кишки, тем меньше секретируется иммуноглобулин А, тем более массивно проникают инфекты и другие агрессивные вещества под слизистый слой, и, соответственно, все больше и больше развивается воспаление, аллергические реакции, которые, в свою очередь, опять-таки, воздействуют в еще большей степени на нарушение проницаемости слизистой кишечника, а именно на ее повышение этой проницаемости, и так называемый синдром повышенной эпителиальной проницаемости и способствует развитию такого порочного круга и формированию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. И вопросам синдрома повышенной эпителиальной проницаемости посвящен отдельный документ, консенсус ведущих экспертов Российской Федерации, и он был разработан и опубликован в этом 2021 году. Сегодня много говорилось о причинах дисбактериоза толстой кишки в пожилом возрасте. Они, конечно же, такие же, как и для других возрастов, но просто с учетом возраста у этих людей уже много в анамнезе имелось подобных факторов. Это и смена климата, это и инфекционные заболевания, болезни органов пищеварения, рентгенотерапия, неполноценное питание, злокачественные опухоли, хирургические вмешательства и, конечно же, прием лекарственных препаратов. Куда-то пропала презентация. Прием лекарственных препаратов, таких как антибактериальные препараты, иммунодепрессанты, стероидные гормоны и так далее, которые, конечно же, влияют на состав кишечной микрофлоры и на развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. И наиболее распространенными заболеваниями же коты в пожилом возрасте, которые сопряжены с нарушением баланса кишечной микрофлоры, являются дивертикулярная болезнь толстой кишки и антибиотика, ассоциированная диарея. Среди основных факторов риска дивертикулярной болезни толстой кишки указывается и возраст, и изменение микрофлоры. Конечно же, в том числе и на фоне недостатка пищевых волокон. В этиопатогенезе дивертикулярной болезни отмечают влияние микрофлоры толстой кишки на биохимические процессы в стенке кишки, то есть на синтез коллагена. Значит, синтез коллагена нарушается, когда нарушается микрофлора, соответственно, это приводит к нарушению эластичности стенки кишки. С другой стороны, осложнением дивертикулярной болезни является синдром избыточного бактериального роста, который, в свою очередь, также может воздействовать на биохимические процессы в стенке кишки и еще в большей степени уменьшать синтез коллагена, приводя к состоянию длительных рецидивов. В одном из исследований, результаты которого опубликованы в 2016 году, было доказано вовлечение микробиоты кишечника в развитие симптомов и осложнение дивертикулярной болезни. В частности, показано, что у больных с симптоматической неосложненной дивертикулярной болезни увеличивается количество бактерий привателла, которые расщепляют слизь, а значит, уменьшается слизистый барьер в кишечнике, а также уменьшаются бактерии фекарис праусницы, которые обладают противовоспалительным действием, соответственно, повышается риск воспалительной реакции. И таким образом, изменение микробиоты в толстой кишке лежит в основе возникновения типичных симптомов, таких как боль и напряжение, за счет того, что нарушается моторика, развивается запор, что приводит к чрезмерному росту бактерий, к адгезии патогенов слизистой, повышенная проницаемость для бактерий приводит к стимуляции воспалительного ответа и, соответственно, стимуляция нервных окончаний вследствие воспаления увеличивает висцеральную чувствительность, стимуляция мышечных волокон вследствие воспаления приводит к боли. Поэтому, когда мы смотрим на подходы к лечению с дивертикулярной болезнью толстой кишки, это российские рекомендации, то мы видим, что при выраженной симптоматике в дополнение к высокошлаковой диете для снижения симптомов дивертикулярной болезни толстой кишки рекомендуется применение антибактериальных препаратов и, прежде всего, не всасывающегося кишечного антисептика рефоксимина альфа. Рефоксимин альфа – это антибиотик с полиморфной структурой, вследствие чего он обладает особыми свойствами. Он создает очень высокие концентрации в просвете кишечника, поскольку у него минимальная системная биодоступность, действует в отношении большинства грамм положительных и грамм отрицательных бактерий, и аэробных, и анаэробных, не вызывает практически бактериальной резистентности, поскольку его фекальная концентрация в значительной степени превышает минимальную ингибирующую для основных кишечных, патогенных и условно-патогенных бактерий и имеет очень хороший профиль безопасности за счет минимальной системной биодоступности. Также у рефоксимина альфа имеются особые свойства. Он предотвращает транслокацию бактерий из кишечника, прикрепление бактерий к слизистой кишечнике, снижает вирулентность бактерий, и очень важные свойства при нарушении микробиоты – это эобиотическое действие и противовоспалительная активность. Эобиотическое действие рефоксимина альфа показано в моделях ин-вива и экс-вива и у человека, и показано, что этот препарат не оказывает существенного влияния на нормальную кишечную флору, и даже более того, приводит к увеличению относительной численности представителей нормальной микрофлоры – лактобацил, бифидобактериум и фекалий бактериум-праусницы, которые обладают противовоспалительным действием. Что касается непосредственно противовоспалительного действия, то оно осуществляется рефоксимином альфа вследствие того, что он стимулирует кишечный прегнант 10-рецептор, основной функцией которого является регуляция экспрессии белков, участвующих в детоксикации. И мы видим, что до лечения и после лечения значительно различается количество Т-лимфоцитов и в периферической крови, и в слизистой оболочке кишечника, и это подтверждает противовоспалительную активность рефоксимина альфа. В метаанализе 2011 года было показано, что циклическое лечение рефоксимина в течение года статистически значимо снижает риск развития осложнений. В два раза реже они развиваются по сравнению с пациентами, которые принимают только пищевые волокна. Кроме этого, комбинированное с рефоксимином альфа лечение вместе с пищевыми волокнами достоверно более эффективно в отношении облегчения симптомов и снижения частоты рецидивирования дивертикулита. Поэтому в клинических рекомендациях Российской гастроэнтерологической ассоциации мы видим данный способ лечения, дополнение к высоко шлаковой диете рефоксимина по 400 мг два раза в день в течение одной недели, один раз в месяц в течение года. И вследствие этого эффективность терапии увеличивается в два раза. В 2021 году опубликованы российские рекомендации от Научного общества гастроэнтерологов России и Российского научного медицинского общества терапевтов по лечению функциональных заболеваний органов пищеварения. И здесь рефоксимин альфа тоже рекомендован, в частности, для лечения больных с синдромом раздраженного кишечника, для эффективного купирования симптомов, предотвращения рецидивов, а также с целью коррекции синдрома избыточного бактериального роста, который поддерживает генерацию клинических симптомов. Когда мы говорим о нарушении микрофлоры, мы, конечно же, всегда думаем о применении пробиотических и пребиотических комплексов. И вот у нас есть глобальные практические рекомендации 2017 года, в которых отмечено, что для дивертикулярной болезни имеются доказательства на уровне 2-3, то есть имеются и рандомизированные исследования, или обсервационные исследования с выраженным эффектом. То есть Всемирная гастроэнтерологическая организация тоже рекомендует при дивертикулярной болезни применять пробиотические комплексы. И здесь же в этом документе хочу обратить ваше внимание, антибиотикоассоциированная диарея, вторая очень широко распространенная патология в пожилом возрасте, ассоциированная именно с нарушением микробиоты. Для этой патологии показания для применения пробиотиков имеют самый высокий уровень доказательности 1, то есть это систематические обзоры. Рекомендуется назначать пробиотики для того, чтобы предупредить развитие антибиотикоассоциированной диареи, в том числе к ластридиум дефициле, ассоциированной, как можно раньше, в частности в первые же 72 часа от начала антибиотикотерапии. Не менее чем у третьих пациентов, которые принимают антибиотики, развивается антибиотикоассоциированная диарея, либо кишечная диспепсия. И, конечно же, пожилые люди, которые много за свою жизнь приняли уже антибиотиков, у них имеется наибольший риск для этого, еще и с учетом возрастных изменений микрофлоры. Под антибиотикоассоциированной диареей мы понимаем наличие трех или более эпизодов неоформленного стула в течение двух или более последовательных дней, которые развились на фоне или в течение двух месяцев после применения антибактериальных препаратов. В основе развития антибиотикоассоциированной диареи как раз лежит именно дисбаланс кишечной микрофлоры вследствие применения антибиотиков. В этой ситуации либо нарушаются метаболические функции флоры со снижением выработки коротко-цепочечных жирных кислот, и вследствие этого развивается диарея, либо полностью теряются барьерные свойства кишечной микрофлоры, и тогда развивается токсикогенная или инвазивная диарея, в том числе кластридиум дефициле ассоциированная. Среди наиболее частых факторов риска антибиотикоассоциированной диареи прежде всего пожилой возраст. У этих пациентов, кроме анамнеза, имеется еще и хроническая ишемия слизистой толстой кишки на фоне атеросклероза, а также частый прием антибактериальных препаратов. Если мы посмотрим на антибиотикоассоциированную диарею с позицией пандемии COVID-19, то мы увидим, что эта патология сейчас чрезвычайно актуальна в пожилом возрасте, потому что мы знаем, что пациенты со средне-тяжелым и тяжелым течением COVID-19 – это пациенты пожилые, они полиморбидные, соответственно, имеется и полипрагмазия, и у них нарушена защита слизистой на фоне применения антикогулянтов, нестероидных противовоспалительных препаратов, которые они принимают по поводу сопутствующей патологии. А тут еще идет и нарушение защиты слизистой, в том числе за счет нарушения микробиоты на фоне применения антибиотиков. И самой частой жалобой больных с COVID-19, которые имели гастроэнтерологические симптомы, была именно диарея – более 24%. Причем развивалась она чаще всего уже во время госпитализации, поэтому была обусловлена именно применением антибактериальных препаратов. Какие же пробиотические и пребиотические комплексы лучше выбирать в этой ситуации? Вообще рекомендуется выбирать симбиотические комплексы, которые содержат и про- и пребиотик. В частности, одним из таких симбиотиков является симбиотик флориоза, который соответствует всем критериям Всемирной организации здравоохранения, которые предъявляются к современным про- и пребиотическим комплексам. Он содержит штаммы живых бактерий, бифидобактериум, лактобацилус, лактобацилус ацидофилус и лактобацилус ромнозус, эффективность и безопасность которых изучена, доказана. Это представители естественной микрофлоры кишечника с высокой способностью адгезии. Эти штаммы имеют статус так называемой квалифицированной презумпцией безопасности в Европе, то есть они в банке, который занимается изучением свойств данных штаммов, являются безопасными. Комбинация пробиотиков обладает синергидным действием, что обеспечивает преимущество их применения перед монопрепаратами. В исследованиях показано, что эти штаммы, которые входят в состав синбиотика флориоза, являются и кислотой, и желчей, и пепсиноустойчивыми, и поэтому они, не нуждаясь в специальной защите кишечно-растворимой оболочкой, выпускаются в форме саше. И это обеспечивает удобство для использования пациентами разных возрастных групп, и в том числе пожилых пациентов, о которых мы сегодня говорим. Какие же штаммы входят в состав этого синбиотика, и как они работают? Бифидобактериум лактис BL04 показал в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании сохранение баланса фекальной микрофлоры при приеме антибиотиков. И отличия эти были достоверны в сравнении с группой плацебо. Лактобацилус ацидофилус показал доказанную противомикробную активность в отношении большинства условно-патогенной и патогенной микрофлоры, а также показал противовоспалительные действия на пищеварительный тракт. Лактобацилус ромнозус показал также способность снижать риск возникновения антибиотик ассоциированной диареи, обладает эффективностью против патогенных штаммов, наиболее часто встречающихся, и показал еще в экспериментальном исследовании и противовоспалительные свойства у экспериментальных животных, у которых был химически индуцированный колит. Все штаммы, которые входят в состав данного комплекса, устойчивы к большинству антимикробных препаратов, и эти препараты отмечены синими и голубыми строчками, и, соответственно, можно применять данный комплекс сразу с первого дня приема антибактериальных препаратов. На этом слайде показана высокая активность всех штаммов, входящих в синбиотик флориоза в желудочно-кишечном тракте. Они являются все очень кислотоустойчивыми, высокоустойчивыми к солям желчных кислот, резистентными к действию пепсина и панкреатина. А также все эти штаммы показывают очень высокое сцепление с клетками кишечника человека инвитро, а значит, они способны прикрепиться к слизистой и достаточно долгое время удерживаться в желудочно-кишечном тракте, в кишечнике и оказывать свое положительное действие. Кроме пробиотиков, синбиотик флориоза содержит инулин, являющийся очень хорошей питательной базой для нормальной микрофлоры человека, и, соответственно, увеличение количества короткосыпочечных жирных кислот, которые улучшают защитную функцию кишечника и иммунный ответ организма. Также в состав этого комплекса входят витамины группы В, поскольку очень часто при нарушениях микробиота толстой кишки развивается дефицит этих витаминов. Соответственно, данный синбиотик мы можем применять для коррекции эубиоза при дивертикулярной болезни и после антибиотикотерапии, в том числе, конечно, и у больных старшей возрастной группы. Ну и буквально несколько слов еще раз про синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Без того, если мы не нормализуем проницаемость слизистой желудочно-кишечного тракта на всех трех уровнях, мы никогда не сможем эффективно и качественно полечить нашего пациента, потому что всегда будет оставаться база для генерации новых симптомов. И единственный препарат, который в настоящее время способен устранить повышенную проницаемость слизистой эпителиального барьера на всех трех структурных уровнях, это препарат Ребомипида, Ребагит. Он является индуктором синтеза простагландинов Е2 и Е2, которые необходимы для того, чтобы стимулировать секрецию слизи, гликопротеинов, бикарбонатов, экспрессию белков плотных контактов, а также они обладают противовоспалительным действием. И таким образом, применяя Ребагит, дополнительно в составе комплексного лечения мы работаем на всех трех уровнях защиты преэпителиальном, эпителиальном и субэпителиальном. Ребагит устраняет повышенную проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, соответственно, снижает адгезию бактерий к слизистой, увеличивает синтез слизи, восстанавливает плотные контакты, препятствует проникновению бактерий и токсинов под слизистый слой и таким образом препятствует развитию воспаления или значительно снижает его выраженность и способствует уменьшению симптомов. Данный препарат включен в 12 клинических рекомендаций ведущих научных обществ Российской Федерации, среди которых и научное общество гастроэнтерологов России, и Российская гастроэнтерологическая ассоциация, и общество терапевтов, и Российская ассоциация геронтологов и гериаторов. И таким образом, если у нашего пациента имеются в пожилом возрасте заболевания, которые ассоциированы в том числе с нарушением микрофлоры, мы, конечно же, должны проводить комплексное лечение. Мы должны подключать и кишечные антисептики с элбиотическим действием рефоксимин-альфа, и синбиотические комплексы, и, конечно, рибомепид, рибогид, который поможет нам снизить вот эту повышенную эпителиальную проницаемость и обеспечить более длительное безрецидивное течение. Спасибо, у меня все. Спасибо, Елена Владимировна. Мы имеем один вопрос за временное проведение наших мероприятий. Звучит он так. Знакомы ли вам пробиотики фирмы «Вектор» Кольцова и какое у вас отношение к ним? Елена Владимировна, вопрос к вам. Спасибо, да, мне незнакомы. Может быть, какое-нибудь название наводящее? Кольцова – это, видимо, производитель, что ли, да? Наверное, наверное. Ну, незнакомы, не могу ничего сказать. Понятно. Может быть, кто-нибудь из коллег знает? Светлана Владимировна, вы слышали что-нибудь? Да, конечно, слышала. Кольцово – это, по-моему, новосибирское производство, где производят достаточно большое количество пробиотиков с живыми бактериями. Один из препаратов, вот насколько я вспоминаю, «Трелакс». У меня несколько пациентов принимали его. В Москве можно купить эти препараты, но там необходимо соблюдение терморежимов, и от Москвы и Новосибирска очень далеко. Не могу сказать, лучше или хуже эти пробиотики по сравнению с другими пробиотиками, но вот там есть просто проблемы с транспортировкой, с логистикой. А так, я уверена, что пробиотиков плохих, наверное, не бывает. Они хорошие все, и принимать их нужно всем, особенно жителям Сибири. Новосибирский вектор, насколько я знаю… Новосибирский, да. Это Новосибирский, да. Да, Новосибирский вектор. Занимался очень долго высокотетражными пробиотиками, в которых уровень бактериальных клеток был на порядок выше, чем в обычных пробиотиках. И за счет этого достигалось быстрое насыщение микроорганизмами и купирование даже диареи. Для купирования диареи одно время… Это было еще в прошлом веке, во время Второй Чеченской войны. Для купирования диареи в армии испытывался один из пробиотиков, который был именно высокотетражный, и купировал диарею после двух приемов практически, понимаете. Вообще, вы помните, что в прошлом веке, лет 30 назад, когда я впервые высказал предположение об участии микробиоты в формировании атеросклеротических процессов в организме, меня поначалу чуть ли не подняли на смех. А сейчас вот видите, как это широко обсуждается и довольно широко не просто дискутируется, а уже вводится в методические рекомендации. Всего-то прошло… Да, всего-то прошло три десятка лет, и мы с вами уже стоим на пороге, когда антибиотики, которые постепенно теряют свою эффективность, будут в части случаев заменены пробиотиками, очевидно так. И бактериофагами. Да, но если бы уж нам удалось бактериофаги еще типировать и менять их по типу нарушения у данного человека, то это было бы гораздо быстрее и четче влияние. Я считаю, что мы небесцельно провели с вами время и благодарю всех участников, среди которых я видел даже наших курсантов. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. До свидания.